Первой темой совещания вновь стала стихия, которая обрушилась на город 25 июня. За помощь жителям, пострадавшим от наводнения, представители Красного Креста вручили мыру курорта «Золотое сердце». Таким памятным знаком наградили и председателя городского собрания Анатолия Луцика. Глава города отметил, что сбор средств еще продолжается. Вовремя, в первые дни подтопления, поступила и помощь из края. Более 700 миллионов рублей только в рее губернатора выплатил людям, у которых подтопило дома. Подтопило дома – это значит уничтожило мебель. Также счет Красного Креста открыт, вся администрация перечислила однодневный заработок. Там, где стихия бушевала сильнее всего, сейчас работает специальная комиссия из Государственного института градостроительства. В ее состав входят и пострадавшие, к примеру, из поселка Мирного. Специалистам предстоит сделать заключение о причинах затопления. Главное – разработать комплекс мер, который предотвратит такие ситуации в будущем. Ну а сочинцам, отметил Анатолий Пахомов, стоит обратить внимание на санитарное состояние собственных дворов. Многие из них одновременно с зонами гостеприимства привели в порядок совсем недавно, накануне Олимпиады. Председатели ТОСов говорят, большинство районов Сочи изменилось до неузнаваемости. Мы можем сейчас гордиться микрорайонам ДСМ. 11 детских площадок, два сквера, преобразилась школа, спортивные площадки. Создаются домовые комитеты, уличные комитеты. Однако, далеко не все улицы и дворы в том же микрорайоне КСМ отличаются элементарной чистотой. По словам мэра, это просчет и управляющих компаний, и ТОСа, и самих сочинцев. Мы ведь туда и деньги немалые дали, по большому счету. И скверик этот сделали там по реке самой, там столько было шуму, сколько там выходило туда. Ну, в общем-то, все можно там организовать и красиво жить. Не устроило мэра и санитарное состояние в микрорайоне Мамайка. Причем одни жители там выходят на субботники и поддерживают чистоту не только в своем, но и в соседних дворах. А другие лишь наблюдают. К примеру, порядок на улице Крымской наводят сочинцы из Теневой. Они не вышли, представьте, никто не вышел. В окна смотрели и улыбались. А мы смеялись, а мы убирали, жили на Теневой. Кроме того, мэр подверг критике санитарное состояние микрорайона за вокзальный. Анатолий Пахомов назвал его грязным и неухоженным, отметив, что перед Олимпийскими играми все улицы там были благоустроены. Мэр решил лично проконтролировать работу тамошних ТОСов и напомнил, что правила благоустройства обязательны для исполнения, а их нарушителей ждут штрафы. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ».